Привет! Ты на канале 6 класс ТВ. Меня зовут Марина и я репетитор по математике. Сегодня мы с тобой решим задание под номером 545 из учебника математика 6 класс Виленкин Жохов. Давай сейчас откроем вместе учебник и прочтем условия задания. А у нас здесь задача. В первый день туристы прошли 2 девятых всего пути. Во второй день 2 третьих всего пути. Сколько километров пройдено за 2 дня, если весь путь n километров? Составьте выражение для решения задачи, упростите его и найдите значение при n, равное 27, 36, 33,3 четвертых. Для начала записываем краткое условие. Что они прошли в первый день, что они прошли во второй день в месте неизвестных километров. При этом весь путь составлял n километров. Не сказано, что первый и второй день это весь путь. Нет, просто сказано, что в первый день прошли столько-то и во второй столько-то. В принципе, логика подсказывает, что еще что-то и осталось. Поэтому скобку мы ставим только на первый и на второй день. И это не весь путь. То есть, это не n километров. А именно нам предстоит узнать, сколько же они прошли. Итак, что мы будем делать в первом действии? Пока мы еще не подставляем. Мы еще ищем выражение. Далее мы его упростим и затем будем уже подставлять. Мы можем узнать в частях. Сколько прошли за два дня в частях. Не в километрах, а в частях. Потому что за первый день 2 девятых прошли. За второй 2 третьих. То есть, 2 девятых плюс 2 третьих. В принципе, я не буду сейчас переводить к общему знаменателю. Так и оставлю. Потому что я уже, когда все выражение запишу, тогда уже буду, как нам сказано, по заданию упрощать. Итак, это будет часть за первый и за второй день. И далее, чтобы узнать, сколько прошли они в километрах, для этого нужно вот эту часть умножить на весь путь, на километры. То есть, часть на километры. Это мы вспоминаем тему, как искать часть от целого. Нужно эту часть умножить на целое число. То есть, в итоге мы получим 2 девятых плюс 2 третьих, умноженное на n. Ну, а здесь нужно вспомнить и применить распределительное свойство умножения. Видео с теорией по этой теме ты можешь посмотреть на нашем сайте, перейдя по ссылке под этим видео. Ну, а я напомню, чтобы умножить число на сумму, нужно умножить это число на каждое слагаемое и затем произведение сложить. То есть, ну, я на данный момент думаю, что лучше поступить по-другому. Зачем нам разлаживать? И потом, как бы у нас эти слагаемые получатся с переменной n, да, с неизвестной n. Я предлагаю привести наши дроби к общему знаменателю 9. То есть, нужно просто второй дробь умножить на дополнительный множитель 3. В итоге мы получим здесь 9, здесь 9. Общий знаменатель 9. 2 плюс 6 это 8. То есть, у нас получится 8 девятых n. Это километра за 2 дня. И уже в это выражение мы будем подставлять наше значение. И тогда уже узнаем, сколько же в километрах они прошли. То есть, в третьем действии запишу, если m будет равняться первое число, это 27 километров. Что тогда? Тогда 8 девятых n, это как умножить у нас, да, будет равняться 8 девятых умножить на 27. Чтобы умножить число на дробь, нужно умножить это число на числитель дроби. 27 и 9 мы можем сократить на 9. У нас останется 3 и 1. 8 на 3 это 24 километра. Понятно, да? Это при n равно 27. Дальше, если n у нас будет равно 36. Что будет в этом случае? 8 девятых на n у нас будет равно 8 девятых умноженное на 36. Опять-таки, число умножаем на числитель дроби. 36 и 9 мы можем сократить на 9. Остается 4 и 1. 8 умножить на 4, 32 километра. И последнее, если a у нас будет равняться 33,3 четвертых. Подставляем опять-таки, вместо n наше значение 33,3 четвертых. Предлагаю в этом случае применить распределительное свойство умножения. Каким образом? 33,3 четвертых это у нас сумма. 33,3 плюс 3 четвертых дроби. А 8 девятых представляем как число. Для того, чтобы число умножить на сумму, как мы уже говорили, нужно применить распределительное свойство умножения. Нужно число умножить на целую часть, число умножить на дробную часть. То есть будет 8 девятых на 33 и также 8 девятых на 3 четвертых. Что у нас получится в этом случае? Конечно, можно по-другому. Можно перевести 33,3 четвертых в неправильную дробь и затем умножать числители, знаменатели и сокращать. То есть можно хоть так, хоть так. Разницы нет. В принципе, и то, и то правильно. Просто у нас тема применения распределительного свойства умножения. И я думаю, чтобы больше нам отработать именно это свойство. Итак, умножаем число на числитель в дроби. А в этом случае умножаем числитель на числитель, знаменатель на знаменатель. И дальше смотрим, что мы можем сократить. Мы можем сократить 33,9 на 3. Здесь будет 11, здесь 3. Здесь можем сократить... Так, 3,9 мы можем сократить. Можно, конечно, было 4,8 еще сократить. Да, давайте, наверное, еще 4,8 сократим. И тогда у нас будет 8,4 сокращаем на 4, 2,1 и 3,9 сокращаем на 3,1 и 3. Запишем, что у нас получилось. 88,3, да, и 2,3. Приводить к общему знаменателю уже не надо. Так, 88 плюс 2, да, работаем с числителем. У нас получилось 93, ну, 90 разделить на 3, это будет равно 30. Сразу записываем. И это километров при А равно 33,3. Ну, и записываем также постепенный ответ, как у нас был задан вопрос. Итак, за 2 дня пройдено 24 километра, 32 километра и 30 километра. И на этом задача решена. Если тебе понравилось наше видео, ставь лайк. Также переходи по ссылке под видео на наш сайт. И там ты сможешь решить самостоятельно похожее проверочное задание. И получить за это баллы. А каждую неделю трое учеников, кто наберет больше всех баллов, получают пополнение счета на свой телефон. Если ты еще не подписан на канал, то подпишись, чтобы не пропустить новое видео. Ну, а я со всеми прощаюсь. До следующего задания. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok